В Бендерах начались тренировки на лодках-драконах. На воду выходят чиновники. Каждое министерство и ведомство выставляет свою команду. Считается, что участие в общем деле сплачивает коллектив, создает позитивную атмосферу и заряжает энергией. К тому же спорт полезен для здоровья, а гребля — это еще и красиво. Посадить госслужащих на весла решил президент соревнования через месяц. Тогда и узнаем, кто лучше выгребает. МИД, Минсельхоз или, может, Минцифры? На воду с будущими участниками соревнований вышла и Яна Раховская. Этих людей вы могли видеть по телевизору. Деловые костюмы они сегодня сменили на спортивные. Сотрудники Министерства цифрового развития вышли к реке тренироваться. Племянник Вячеслав Валевич, главный специалист отдела защиты персональных данных. Десятник Дмитрий, сотрудник Минцифры. Сергей Бабенко, министр цифрового развития связи массовой коммуникации. Что из себя представляет тренировка по гребле для новичков? Ну, во-первых, это теория. Тренер выстраивает всех и объясняет правила поведения и технологические особенности. Объясняет, что можно делать на воде, а что делать нельзя. После короткого инструктажа можно к воде. Учиться грести. Тренер показывает, как правильно держать весло. Эта команда рассчитывает на победу, поэтому участники очень стараются. Гляньте как. У нас коллектив такой с преобладающим количеством женщин, поэтому нам было проще договориться с нашими женщинами, нежели с ребятами. То есть у вас наоборот сильная команда? Я рассчитываю на это. На турнире по гребле все будут на драконах, точнее в них. Это такие десятиместные лодки. Вот, кстати, от них части. Вижу драконью голову, хвост и ни один, ни совсем новенький в бендерский центр гребли. Привезли их совсем недавно. Сейчас мы их не одеваем, потому что все обучаются. Когда будут уже спортсмены более подготовлены, они им не будут мешать, не будут отвлекать, потому что головы, хвосты одеваются, одевается также барабан. Один вот такой, и все сделали грибок. Это не надо какую-то музыку играть. Надо, чтобы дракон быстрее двигался. У нас драконы такие по Днестру уже ходили? Был только вот, который мы снимали, двадцатка. Один. Но один он не смотрится, когда уже это получается. Две-три лодки это уже коллективное, очень зрелищно и красиво. Барабаны стучат, все рвутся к финишу. Кстати, самую длинную драконью лодку построили в Камбодже в 2018 году. Ее длина была 88 метров. Даже занесли в книгу рекордов Гиннеса. Интересно, это же сколько такой дракон смог вместить грибцов? 179. Вот сколько. Известно, что строили лодку около года. Чтобы поднять ее и спустить к реке, понадобилось около двух тысяч крепких мужчин. В Бендерах на грибной базе таких лодочных великанов нет. Зато есть экспонаты не менее интересные. Это, я так понимаю, музей старинных лодок. Раритет. Да, эти лодки уже им очень-очень много лет. Некоторым лодкам 50 лет, некоторым даже больше. Самые старые давайте. Конкретно вот эта лодка, помпер, датская лодка, которая с 48-го, то ли 9-го года. С 48-го года. Да. У нас очень много грибцов раньше было, которые завоевывали на международных, в Союзе первые места. И за то, что они, будем говорить, хорошо грибли, получали не денежное вознаграждение, а лодки. И вот эта лодка таким образом попала сюда, в Бендеры. Такой лодке на воду нельзя. Растрескается и утонет. Ее младшие новенькие драконьи-братья гораздо безопаснее. Самые ответственные и пунктуальные участники соревнований – это представители силовых ведомств, кадеты и суворовцы. А вот, кстати, и они на тренировку пришли без опозданий, минута в минуту. Как будешь мотивировать свою команду на победу? Ты же капитан команды. Да, буду, допустим, какие-то сладости давать, чтобы пацаны стремились к победе. То есть конфетами будешь их мотивировать? Да, буду конфетами мотивировать. Молодцы! Теперь, теперь я вам покажу. Первые двое грибут! Первые двое, два! У суворовцев сейчас каникулы, а они вместо того, чтобы отдыхать и лежать дома, грибут и грибут. Почти все сегодня держат весло впервые в жизни. Тренер ребят хвалит, подбадривает. На предстоящем турнире суворовцы за победу поборются с кадетами. Вы будто бы грустные какие-то. Не понравилось? Да не, понравилось. Просто непривычные руками тяжеловато, потому что вода. К турниру по гребле готовится и бендерский речной порт. Они расчищают дно и углубляют его, чтобы участники турнира могли комфортно тренироваться. Здесь давно уже надо было почистить дно, потому что есть много и топляка, и камни. И сами видите, что Днестр упал. И поэтому, если раньше он был на метр хотя бы выше, ничего бы не надо было. А так, это очень хорошо, что здесь почистят. Потому что и для школы, потому что приходят и байдарка, и академия. Все. Кто-то ломает весла. А это уже представители таможни. Только посмотрите, как они спускаются на воду. Девять бравых парней и одна девушка. Просимся к ним. Разрешают и руку подают. Настоящие джентльмены. Мне тренер не разрешил садиться в лодку без спасательного жилета, потому что плавать я не умею. Но я надеюсь, нам сегодня не придется учиться плавать. У таможенников козырь в рукаве, точнее в команде. За моей спиной Игорь Гребец с 10-летним стажем и по совместительству начальник информационно-аналитического управления. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Поэтому несколько часов назад мне было гораздо проще за компьютерным салом, а сейчас мне гораздо лучше и приятнее находиться здесь. Это шикарное ощущение, когда ты ничего не делаешь, а за твоей спиной гребут и гребут. Ребят, не устали? Ну, на самом деле, сейчас только открывается, наверное, второе дыхание. Вода немножко взбодрила, жара ушла. У таможенников два раза в неделю обязательная физподготовка. Ребята крепкие. На первой тренировке вон уже как слаженно идут. Четыре, пять, шесть. Как меня правильно назвать? Я все-таки рулевой капитан этой команды? Ну, ты пассажир этой команды пока. Ничего не делающий. Ты находишься на месте загребной пары. Загребная пара – это наряду с рулевым самые ответственные пара в команде. На них ложится вся ответственность в плане в том, что они задают темп. Как вам темп, который я сегодня задаю? Ты задаешь отличные вопросы. С темпом гораздо сложнее. Настало время реабилитироваться. Под конец тренировки ввесла в руки и вперед. Правда, хватило меня всего на пару минут. Фу! Фу! Ребята, это очень сложно. Антик, сейчас в академию. Назад грибить. Я устала. Чтобы было по-честному, все команды в предстоящем турнире разделят по группам. В одной будут соревноваться ведомства силового блока, во второй – министерство и госадминистрации. Подобного турнира на драконах у нас еще никогда не было. Вообще, впервые драконы для соревнований начали использовать в Китае еще 2500 лет назад. Они стали настолько там популярны, что по данным Международной Федерации, сейчас там в Китае занимаются гребли 50 миллионов человек. А это на минуточку. Население целой Кореи. Кроме того, гонки на этих лодках популярны в Европе, Канаде и США. На ежегодных спортивных фестивалях за победу сражаются одновременно более 200 сборных. В нашем турнире соберутся примерно 30 команд. Когда плывешь, о чем думаешь? Не знаю. Полностью абстрагируешься и думаешь, как правильно гребсти. О технике думаешь, в первую очередь. О том, что ты находишься в лодке, это команда, единый механизм. Что все надо делать правильно и слаженно. Чтобы пятерку на экзамене получить, монетку под пяточку кладут студенты, школьники. А вы что будете делать, что победить? Под пяточку к веслу положим. Даже так? Да. Удобно будет спать? Ну, пробуем. Посадить госслужащих на весла решил президент. Соревнования уже через месяц. Все это время у участников тренировки по несколько раз в неделю. За месяц подготовиться, в принципе, можно при желании гребцов, как они будут к этому относиться серьезно. Если будут серьезно относиться, значит, они будут, естественно, где-то впереди. И кто будет сочковать, кто не будет нормально к этому относиться, они будут, естественно, сзади. Так что здесь... Сейчас уже видно, какие, может быть, министерства лучше себя проявляют, какие силовые предоставки? Пока нет. Очень прошло мало тренировок. Практически все были на воде максимум, минимум три тренировки. За это пока нельзя прийти. Пусть хотя бы пройдет неделя, неделя-две, и тогда уже будет что-то вырисовываться. Гребля, это, конечно, тяжело, но очень красиво. И теперь понятно, почему гребцов с каждым годом становится все больше. Ну что, увидимся на турнире. Яна Роховская, Александр Зелинский и Михаил Белый. Отражение! КОНЕЦ